Бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد Продолжим грамматический разбор Сура الحمزة Начнем разбор 4-го آية «Кاللَّا لَوِمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ» Но нет Он будет вернут в огонь сокрушающий «Кاللَّا» Эта харфу «رَدْعِن وَزَجْنِ» Частица удержания Мы уже упоминали этот харф Разбирая آية «Кاللَّا سَيَعْلَمُونَ» Значит «Кاللَّا» это харф «مَبْنِعَلَى السُّكُونِ» С неизменяемым кончайным суконом на конце «Лَيُمْ بَذَنَّ» «Аلْلَّم» Это «لَّمُ جَوَابِ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ» «Лَّم» который бывает в начале предложения являющегося ответом клятвы То есть ответом предложения, которое включает в себя клятву Так в основе это выглядит так Например «Уقْسِمُ بِعِزَّتي لَيُمْ بَذَنَّ» «Клянусь своим величием он непременно будет брошен и т.д.» Значит «Уقْسِمُ это فعل مُدَارٍ» Глагол «настоящий будущего времени» Скрытое в нем в обязательной форме местами оно является его фаэлем وَالْضَمِيرُ الْمُصِدْرِ فِيهِ وَجُوبًا فَاعِلُهُمْ» «Валь-джумля-толь фعل» Глагольное предложение «Уقْسِمُ» «ИСТИНАФИЯТУН» Возобновляемое новое предложение «لَّمَ حَلَّ لَهَ مِنَ الْإِعْرَابِي» «Не имеет места в падеже» Значит «Уقْسِمُ это «джумля-толь قَسَمِ» «Клятвенное предложение» «Предложение клятвы» «لَّيُمْ بَذَنِ» это предложение «Являющееся ответом предыдущей клятвы» «Алам» «Имеющийся в начале этого предложения» называется «لَّمَ جَوَابِلْقَسِمِ» то есть «лам» указывающий на то что данное предложение «Являясь ответом предложения клятвы» «Клятвенного предложения» То есть «Увиду этот «лам» в начале глагола «Аль-Мудали» глагола «настоящего будущего времени» на конце которого имеется «نُن تَوْكِد» «Нُن» «Усиление» мы уже знаем что данное предложение является ответом для предложения клятвы «Клятвенного предложения» значит этот «лам» является своеобразным признаком указывающим на то что это جُمْلَةُ جَوَابِلْقَسِمِ جُمْلَةُ جَوَابِلْقَسِمِ предложение являющееся ответом ответным предложением на جُمْلَةِلْقَسِم на предложение клятвы клятвенное предложение значит «АЛЛАМ» это харф مَبْنِو عَلِ الْفَتْحِ с неизменяемым окончанием с фатха на конце «Юمْبَذَا» это фи́لٌ مُدَارٌ глагол настоящего будущего времени «Мَبْنِو لِلْمَجْهُولِ» «Мَبْنِو لِلْمَجْهُولِ» «Мَبْنِو لِلْمَجْهُولِ» глагол страдательного залога «Мَبْنِو عَلَى الْفَتْحِ с неизменяемым окончанием с фатха на конце «Почему?» لِبْتِسَالِهِ بِنُونِ الْتَوْكِيدِ цَقِيلَةِ так как он присоединен на конце с тяжелым то есть удвоенным нуном усилением وَنُونَ اَنُونَ на конце это نُونَ طَوْكِدْنُونَ усиление حَرْفٍ مَبْنِعَ الْفَتْحِرْفٍ с неизменяемым окончанием с фатха на конце وَنَايبُ الْفَعْلِ ими замещающий фа́ль этого глагола это لَمِيرٌ مُسْتَتِرُنْ فِيهِ جَوَازٍ скрытое в нем в допустимой форме местомения تَقْدِيرُ هُوَ هُوَ которое выражено местомением هُوَ وَالْفِعُلُ مَعْنَايبِ فَاعْلِهِ глагол يُنْبَذْ вместе со своим именем замещающим его фа́ль все это جُمْلَةٌ فِعْلِيَتٌ глагольное предложение جَوَابُ الْقَسِمِ является ответным ответным предложением для جُمْلَةِ الْقَسِمِ для предложения клятвы клятвенного предложения и как известно جُمْلَةُ جَوَابِ الْقَسِمِ предложения, являющиеся ответным клятвы тоже относятся к тем семи предложениям у которых нет места в падеже مِنَا الْجُمْلِ السَّبْعِ الْلَةِ لَا مَحَلَّ لَهَمِنَا الْإِعْرَابِ поэтому мы говорим про это предложение لَا يُنْبَذَنَّ لَا مَحَلَّ لَهَمِنَا الْإِعْرَابِ не имеет места в падеже فِي الْحُطَمَةِ فِي это харфу جَرم предлог родительного падежа مَبْنِو عَلَى السُّكُونِ с неизменяемым кончайным сукуром на конце أَلْحُطَمَةِ مَجْرُورً بِفِي поставленный харфом то есть предлогом فِي в состоянии جَر وَعْلَامَةُ جَرْهِ признак جَرْ в этом имени أَلْكَسْرَةُ الظَّهِرَةُ فِي أَخْرِهِ явная كَسْرَ на его конце وَالْجَرُ وَالْمَجْرُورُ предлог родительного падежа فِي и поставленные им в состоянии جَرْئِيمَ أَلْحُطَمَةِ مُتَعَلِّقَانِ или مُتَعَلِّقُنْ тоже состоят смысловые связки بِالْفَعْلِ связанные с глаголом يُمْبَذْ на этом всё на сегодня и чало продолжим на следующем уроке